О чем говорят? Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели, читатели Сиапресс.ру. Меня зовут Дмитрий Щерлов, я обогреватель этого портала Тараса, амбольский издатель газеты Новый Город. На связи от вас привет. Привет, Дима. Привет всем, друзья. Поговорим сегодня про некоторые вещи интересные. Вот, в частности, одна из историй, которая меня лично заинтересовала на прошлой неделе, это когда представители нашей местной налоговой службы рассказали о том, как идет уплата имущественных налогов. То есть у нас до 1 декабря должны заплатить все налог на имущество, налог на землю и транспортный налог. Это вот три налога, которые платят физические лица. Значит, выставлено было налоговых уведомлений на миллиард, заплатили примерно треть. То есть это было за 10 дней до конца срока, когда нужно платить все эти суммы. Соответственно, эта штука довольно необычная, потому что мне казалось, что все-таки должны платить больше. Давай обсудим, что это может значить и что вообще государству остается делать в такой ситуации, когда народ просто не платит налоги. Я не знаю, что делать в ситуации, когда народ не платит налоги, у государства как-то оскудевает казна, вероятно усиливать репрессии, ужесточать фискальную политику и вытряхивать эти налоги. Но мы понимаем, что каждое ужесточение налоговой политики приводит к росту недовольства людей и к снижению популярности власти. Причем я говорю совершенно не о России, это закон, который писан для любого государства. Но по поводу нашей конкретной ситуации, вероятно, мы имеем дело с нехваткой денег у населения. Вот и все, это же простая вещь. Возможно, тут могут быть две причины, либо нет денег, либо нет желания. Выбирай любую. Ну вот, я говорю, потому что если, все-таки мне кажется, что если там у человека есть какой-нибудь Toyota Land Cruiser, то у него найдется там 10, ну я не знаю, сколько платят, если честно, за Toyota, именно за такую марку, но там, ну может быть, 10 тысяч рублей. Но 10 тысяч рублей найдется у человека. Ну, больше 1060, если не 100 уже. Ну, то есть, ну, так или иначе, Сургут достаточно не бедный город. И там, Сургутяне, мне кажется, не настолько это не Хурган, это не какой-нибудь там совсем, может, депрессивный регион, где действительно может не быть денег совсем. Значит, вот типичное заблуждение. Сургут не бедный город, почему не платит налоги? На самом деле, статистика утверждает, что самыми исправными плательщиками услуг ЖКУ являются малобеспеченные граждане, то бишь пенсионеры. Это самая дисциплинированная группа плательщиков за коммунальную сферу. Вот. И по мере роста благосостояния граждан, способность своевременно платить за потребленные услуги почему-то снижается. Вот интересный такой парадокс. Вероятно, люди думают, что своими деньгами они покупают себе какое-то право на подобный выбор, да, не заплатить. Ну, кстати говоря, мы же знаем множество примеров, когда подобная поведенческая модель тем же государством успешно как бы вот так вот демонстрируется, да, то есть там в случаях с государственными контрактами, там с частным государственным партнерством. Может быть, тут кто-то пытается что-то копировать. Но если не иронизировать, то я думаю, что причина в одном единстве все-таки, это реальное ухудшение финансового состояния многих людей. И если ты упоминаешь высокооплачиваемых, то всевозможные чиновники, там представители государственных структур, ну, газовики, нефтября, конечно. Да, работники корпораций, их топ-менеджмент, они же вообще не знают о существовании таких налогов. У них существуют помощники, боготера, это все вовремя централизованно делается, и для них как раз вот уплата подобных сумм, она совершенно незаметна, это надо понимать. А вот представители бизнеса, малого бизнеса, микробизнеса, люди, которые вот как-то пытаются вертеться, при этом ездят на ленд-крузерах, здесь я допускаю возникновение проблем, финансовых проблем и того, что я назвал ожиданием предшествующих проблем. Я думаю, что в ситуации, когда у людей непонятки, что будет с экономикой, что будет с курсом, что будет с инфляцией, что будет с возможностью проводить отпуск, уже неважно в какой точке, в России или за пределами России, потому что инфляция на туристическом рынке, она тоже гигантская на рынке, там авиаперевозок гигантская, вот люди просто выбирают или еда и жилье, да, основные жизненные потребности любого человека сегодня, всегда, или уплата налога, который там может быть, вот нам обещали там какую-нибудь 13-ю зарплату, заплатим значит задержкой там с пенями, штрафами. То есть я думаю, люди включают свою такую простую примитивную житейскую логику, которую, ну, в общем-то, с точки зрения правовой поддерживать не хочется, а с точки зрения житейской, ну, ей хотя бы можно найти какое-то, если не оправдание, то как минимум объяснение. Вот и все. Возможно, где-то идут серьезные задержки зарплат в каких-то отраслях. Это вот, кстати говоря, вспоминать, если твое там двухмесячное давности интервью с Натальей Зубаревич, где вы как раз говорили о том, что изучение статистических вот объемов по корпорациям крупным, там, по нефтяникам, по газовикам, говорит об очень странных, да, там, некоторых позициях. То есть, да, они сейчас вот эти все выплаты НДФЛ, они отличаются от того, что было... Ну, не выросли, да, как минимум не выросли. ...что было раньше, да, в привычной жизни. Вот. Ну, уменьшается НДФЛ, уменьшается, безусловно, фонд оплаты труда. За счет чего он уменьшается? За счет сокращения работников или за счет сокращения оплаты работникам существующим? Вот это вот все интересные вещи. Если это где-то происходит, а мы предполагаем, что это происходит, да, ну, потому что мы с тобой отталкиваемся от факта. Резко ухудшилась собираемость там местных региональных налогов на имущество. Соответственно, если где-то идут процессы по уменьшению фонда оплаты труда, то насколько они глубоки, насколько они серьезно сейчас влияют на рынок труда и на рынок в целом. Вот тут есть, да, повод о чем задуматься. Так что, ну что, если в экономике кризис, то вот этот кризис должен найти проявление в каких-то формах. Ухудшение собираемости налогов – это одна из форм. Но, кстати говоря, ведь не только налог на имущество плохо собирается, плохо собирается НДС в России. Ну, это да, это уже другая история. Вообще налоговые поступления ухудшаются, как бы, и мы говорим о том, что, видимо, что-то этому способствует. Я так вот оглядываясь вокруг, нахожу множество причин тому, почему собираемость налогов падает. И падает, в том числе, в игре. Ну, я еще услышал такой аргумент, что, типа, что я вот сейчас налоги заплачу, а на них какую-нибудь гадость профинансируют. То есть, каждый под гадостью может все, что угодно понимать. Вот, это может быть даже какая-нибудь плохая дорога. То есть, типа, что я вот даже заплатил. То есть, даже те люди, которые знают, куда идут имущественные налоги, потому что не все знают. Ну, вот некоторые знают, что они идут в местные бюджеты и финансируют, ну, собственно говоря, местные вопросы, которые связаны с дорогами, с больницами, с ремонтом, точнее, ремонтом всяких детских садов и так далее. Некоторые говорят, типа, ну, вот я заплатил, а сделали плохо, или украдут, или еще что-нибудь такое. Я бы вообще не стал политизировать эту вещь. Потому что, во-первых, налог на имущество – это местный налог. И он, в отличие от большинства остальных налогов, платится физическими гражданами лично. Ты должен зайти в свой кабинет налоговой инспекции, там, или в госуслугах, и лично сделать платеж. Это конкретное действие, наоборот, оно, то есть, это конкретное физическое действие физического лица, да? Вот это вот, не какая-то бухгалтерия за тебя платит. Ну, да, в отличие от ДФЛа. И поэтому я бы, наоборот, я бы не политизировал вот эту вещь, а из проблемы с выплатами физическими лицами своих налогов сделал бы совершенно противоположный выбор. Это уже абсолютно какая-то апатия, равнодушие ко всему. То есть, вот еще раз, да, все сводится к удовлетворению жизненных запросов еда, коммунальные услуги, жилье, ну, может быть, там, расходы на медицину. Ну, все, дети. Вот и все. И не потому, что кто-то построит плохую дорогу или еще как-то скверно потратит твои налоги, там, люди не платят эти деньги, а потому что они ранжировали свои расходы, и они понимают, что сегодня на прежний уровень жизни у них денег остается меньше, и они начинают что-то отсекать. Вот для них налог заплаченный там куда-то, это не так близко, как пойти в пятерочку, да, и купить продукты питания. Вот, и все. Или когда у тебя картотека в налоговой инспекции, а ты там, мелкий предприниматель, и у тебя все деньги списываются в уплату, там, тех вот налогов, да, каких-то федеральных. Так что все гораздо проще, но из-за этого оно ничуть не лучше, да, выглядит. Ну ладно, хорошо, посмотрим, чем закончится, сколько соберут, сколько потом будут и взыскивать. В следующем эпизоде поговорим про наших, про очень наблюдательную общественность, так что переходите.